Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Мастодонт. Вашему вниманию представляю очередной бой в режиме 4х4 карта Уази Шары. Первая команда. За Тау играет Слово Боли. За Космодесант Дно. За Тау Френетик. И за Эльдар Дредик. Команда противников. За Тау Дубина. За Космодесант Данила Лайт. За Космодесант 7к За Хрю. И за Некрона Фор Готен. Через Портал Аспекта играет Дредик. Вводит Тёмных Жнецов. Два Отряда Дозорных. Ну если через Портал Аспекта можно сыграть и через один Отряд Дозорных. Отряд Войнов Огня выводит Френетик. И следом второй Отряд Войнов Огня. Такая пока не наблюдаем. Тут Командор выходит. В центре уже битва идет. Разведчики. В дно ИСМХ. Битва разведчиков в центре. Так, тут ТК вышел у Слово Более. Ооо, а Дубина уже захватил тут точки и настраивает. Не успел Слово Более. Тут еще и снимает ему точку. И не виден. Не успел своими ТК убить. ИСМХ. Тау против Тау. Слишком много Тау на этой карте. Очень важно захватить этот центр, края. Обычно та команда, которая первая захватывает, удерживает это. Побеждает. Дридику не повезло, конечно, оказаться против Некрона. Некрона очень легко контрить этих темных жнецов. Приходится менять тактику, делать. Например, у Орелкинов делается Баншей, чтобы справляться с духами Некрона. Командор против Командора отражается. Данила Лайт подвел сюда два отряда космодесантников. Разведчики пошли уже, видать, в бизнесе боя воинов по дням Тау. Ургутен пытается застроить Турель. И много просели, конечно, они тут прогнали разведчиков и дальше не усиливали. Дно, конечно, остался своими разведчиками. Не подвел сюда космодесантников. Не поддерживает Френетика. По сути, только у Френетика тут войска, которые могут сражаться. Ну и воинов огня тоже прогонят, потому что очень много тут космодесантников, жирных целей. В бойной огне на Тау-1 не смогут быстро их перестрелять. Посты будут ломаться. Снизу Дредик продолжает осаждать базу Некрона. Захватил свой край, застраивает. Ресурсов много, может позволить себе. Дальше три отряда Темную Жнецу может позволить себе пополнить дозорных. Вот этим гранаты. Ну, Турелица Некрон. В Турели, конечно, нету приема пока что у Эльдара. И разбежались. Вот, наконец-то, дно подвел своих космодесантников. И теперь он, возможно, немного боеспособен. Но надо было, конечно, раньше сделать. Ну, наверное, течился. Нет, не течился. Эх, на Дикапе теперь потеряет своих космодесантников. Вон, реально дно. Так, по-моему, нет, два только переходит в Принетик. Получает взрыв мозга. Командор выживает. Командор красавчик. Дриди, конечно, исправляет ситуацию. Пришел, поддержал своими темными жнецами. Он там не смог пробиться на базу Некрона. И поэтому пришел в центре помочь. Это отлично. Из-за этого смогли отбить позиции космодесанта. Данила Лайта и Крю. Данила Лайта потеряет своего командора. Отдал, конечно, за императора свою жизнь. Бубина сделал хищник-крутов. Не стал он тут отвечать воинам огня, воинами огня. А сделал классно все. Сделал хищник-крутов. И разбирает этих воинов. Тут еще и вейспиды постоянно вяжут ТК. ТК тоже не может спастись от них. Потому что у них также есть прыжок у вейспидов. Дубина все нормально делает. Так, нападение Некрона. Скидывает он сживатели, чтобы прогнать. Тема Жнецов своими НВ-шками идет ломать посты Эльдара. НВ-шек, наверное, стоило прокачать. Столько их пополняешь и не прокачиваешь. Как-то они слабовато будут выглядеть. Т2 есть у Дредика. Тут уже Сокол. Теперь уже не так-то просто повязать этих темножнецов. Либо прогнать. Они могут всегда сесть, отпрыгнуть, поменять позицию и расстрелять ваши войска. Капеллан есть у Хрю. Данила Лайт игрок слабоватый. Не знаю, кто такой Хрю. Но он тут получше выглядит, конечно. Генетик потерял своих войн и парня неаккуратно сыграл. Снова Гредик пытается спасти ситуацию. Но застанели ему Токол. Но прыжок все равно работает. Космодесантник Нот спас слово Болит Таусито. Теперь уже дубина отступает назад. Прикачал своих ЛВшек, да? Нет, не прокачал он дух. Там качнул. Духами, конечно, тоже не просто уже будет повязать темножнецов. Потому что ведь есть Сокол. Он может всегда сесть в Тридик. И улететь подальше. Из-за этого надо снова его. Внимание. Прыжок надо прокачать этим прутом. Но Т2, видимо, нету у дубины. На Т1. Слово Боли находится уже в Т2. И ставит техническую станцию. Если поставить, его видят хотя бы скатов. У Крутов тоже начнутся проблемы. У Данила Лайта есть БТР. Пришел на помощь своему союзнику. Усправил ситуацию. Но в центре Кру остал Т1. Некрон тут своими духами пытается помочь. Ну а сам в чехушку снова нападает на позиции Эльдара. Непрокачанный ЛВшки, конечно, меня триггерит очень жестко. Вот он только начал прокачивать. Очень поздно он качает. Ну, Френетик теперь может смело держать центр в одиночку. Потому что он Тау. Для этого и берут Тау, чтобы отбивать позиции в центре. И стоять, дефать их тут. Потому что за Тау очень легко это делать. Тем более на этой карте она прямая. Тут не надо обходить. Как-то спину заходить. Все битвы происходят лицом к лицу. Ну, а для Тау это идеальный вариант. Тау идет по одной линии. Настреливает. Не дает подойти вражеским войскам. Так, с домедленным. Космодесантники Данила Лайта. Не может он сесть в свой БТР. Тут ИКСИ-25 настреливают по БТР. Видимо, так и не сядет. Данила Лайта отсюда никуда не уедет. Да, никуда не уедет. Крутые могут и разобраться с космодесантниками в ближнем бою. Если что, не надо стесняться. Ну, у дубины крутые и слабые. Потому что они на Т1. Нету прыжка. Очередное нападение Корт Готтена. Засвет. Возможно, слишком рано кину. Как обычно я делаю. Обычно я стараюсь, конечно, на словах все красиво делать. Все, конечно, по ситуации получается. Но по правилам, по учебнику надо делать. Сначала астрал юзаешь, подводишь сюда твои войска вместе с ним, идешь толпой. Потом уже, когда ближе отступился, кидываешь засвет. Либо засвет, когда они поменяли позицию. Тут всевидящий совет вырывается на бессмертных. Но, мне кажется, зря они так вырываются. Сейчас откинутся они все дружно. Да. Всевидящий совет сейчас откинется. И всевидящий совет был просто так потрачен. Прыгают сюда пауки. Ну и пауки сейчас отхватят. Конечно, зря, наверное, отступил. Своими войсками Корт Готтен. Можно было постоять еще немного. Посражаться он там ничего и не терял там особо. Немного раздомажили ему бессмертных. И на этом все. Тухов надо держать постоянно. Там чел-совец видел, говорит, он в Т3. Да, в Т3 находятся. Так, тут скаты. Т2 наконец-то дубина находится. Противники уже наступают на базу Хрю. Да, космодесантники Тау своими войсками на базе Хрю. Теперь проблемы у него начинаются. Пытается он с тыла зайти. Ну, его тоже встречают, поддерживают его Данила Лайца. Ими космодесантники получают он гранату. Тут же теряет свой БТР. Ну, неплохо, неплохо. Некрон подошел своими бессмертными. Надо срочно уничтожить скат. Куда идут бессмертные? А, они идут куда-то не туда. Хорготен. А, видимо, Хорготен тут был занят. У него тоже паника началась. И забыл он про своих бессмертных. Стоит в Астралии. Конечно, бессмертные тут могли зарешать сломав скаты и оставив бой на парня пешком. В итоге все наоборот вышло. Данила Лайт и Хрю отхватили. Бессмертные погибли. Некрон тоже тут понес потери. Уникрона Т3. И там духи выходят. Все еще Пещерный Паук. Да, один отряд, который мог исправить ситуацию. Игрок побежден. Ну все, Хрю вышел. Следом Хорготен вышел. Все, Данила Лайт выходит. Остал-то дубина, один. Вот такой вот бой. Этот бой, по-моему, дредит мне скинул. Если не ошибаюсь. Счет вы видите на экране, ребята. Не буду озвучивать. Слишком много участников. На этом все. Всем спасибо. Не болейте, услышимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok